Детская музыкальная школа имени Оренского Мы с тобой продолжаем планомерную подготовку к всероссийскому конкурсу, который пройдет в школе искусства Мини Балакирева. Давай разыграемся. Нотку соль первой октавки. Длинная. Хорошо. За чем мы следим? За ровностью интонации. За счет чего? Работа амбушюра губного аппарата и дыхание. Нотка до первой октавки длинная. Прекрасно. Возьми побольше дыхания. Нота ми малая октавка. Нижняя. Верхняя до. До второй октавы. Ми второй. Дыхание возьми побольше. Соль. Нотка я. И аккуратненько ре третий. Четкая атака, но мягкая. Хорошо. Тренируем язык. Фа первой. Фа первой октавки. Дитоше. Хорошо. Далее восьми. Помнишь, да? У нас четкое дитоше. Язык аккуратный. Отскакивает быстро от трости. Но каждый звучок мы дотягиваем до конца. Восьмушечками давай. Хорошо. На оттавку выше. Три. Четыре. Энцефорте. И давай, если получится, шестнадцатый. Хорошо, молодец. Так, «Северная звезда» композитора Глинки. Скажите, пожалуйста, Игорь, какого штриха в этом произведении больше всего? Легато. То есть у нас это «Северная звезда» — это романс, произведение вокального плана. То есть нам нужно подчеркнуть ее распевность, кантиленность и, соответственно, очень качественный штрих легато должен быть. За счет чего мы добиваемся штриха легато? Это синхронная работа пальцев, это фразировка, это хорошо поставленное дыхание. И обязательно дыхание мы берем между фразами столько, сколько нужно. И рассчитываем его. Легато и фразы стараемся не рвать. И обращаем внимание на что? На динамику. Динамики здесь тоже много всякой разной. Ну хорошо. И в правильный ступи, пожалуйста. И добавляем. Еще. И подожми. Хорошо. Вот у нас первая часть. Значит, по мелодии, по звуку, какие тут у тебя вопросы есть? Надо все-таки, я считаю, нижней челюстью аккуратненько не передавливать, чтобы трость нормально колебалась, чтобы звук нормально у нас шел. И в воздушной струе, воздушному столбу в ларнете ничто не мешало. Не передавливай, пожалуйста, нижней челюстью. А уголками губ качество звука контролируй. И я даже, может быть, даже рекомендую тебе чуть погромче начать. Там написано пиано, но оно смысловое. То есть, можно начать аккуратно, но при этом, чтобы звук уже сразу с самого начала произведения у нас был качественным и плавным, и именно таким, каким нужно для контиленового произведения. Можно еще разочек, пожалуйста, первую часть. Вот. И добавляю. И собрал. Дыхание. И это форты здесь. И вот здесь он. Дальше. И вот у нас пауза. До этого ты хорошо все правильно считал. Здесь что-то пошло не так. Хорошо. Вот у нас вторая часть идет. Давайте мы сейчас вернемся к началу второй части. Во-первых, в музыке такого плана я считаю, нотки на слабую долю стрелять не должны. Здесь нужно опираться именно на сильные доли. Здесь у нас размер три четверти, насколько я знаю. Давайте еще разочек вторую часть. Из-за такта, помнишь, да, нотки? Давай. Это у нас первая часть, а вторая у нас по-другому немножко. Так, давай. Раз, два. Раз, два. Да, до конца фразы. Хорошо. У нас не близко первой части, первой темы. А так же в характере играем. Аккуратней. Сверхнеминутками аккуратней. И. Сверхнем. Крещенда. Завели губы. И. И дыхание. И дыхание. И дыхание до конца. И слушай окончание. Так, запомнил, да? Многое из того, что мы сейчас сделали. Хорошо. И попробуем теперь от начала до конца. Я теперь не вмешиваюсь. Ты, пожалуйста, вспоминай, что мы сейчас сделали. По штриху легата, по характеру, по фразировочке, по дыханию и по динамике. И сейчас сам вот от начала до конца как нужно же сыграй. И вовремя вступай, пожалуйста. Хорошо? Итак, северная звезда. Многое из того, что мы сейчас сделали. 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 Многое из того, что мы сегодня сделали. и завершение протянуть так далее моцарт романс произведение немножко другого плана более подвижная более изящная и с обилием нот верхнего регистра во второй оттавке здесь опасность на кларнете какая если излишне будет интенсивная атака то нотки могут киксовать срываться и не браться тут нужно аккуратненько здесь нужно найти некий баланс между интенсивностью атаки языковой и положением амбушюра губного если передавишь нижней челюстью опять-таки возможен срыв здесь нужно быть предельно аккуратным также у нас там есть какие места где у нас такое подвижное движение 16-ми длительностями помнишь я тебя просил дома медленно эти все места проработать я надеюсь у тебя получилось и сейчас мы именно в таком ключе без суеты без ускорений в нужном необходимом нам темпе сыграем романс моцарта ну начни пожалуйста там у нас вступление у анриктовны и потом ты уже подключаешься аккуратно там 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 так у хорошо хорошо ну вот мы вспомнили текст более-менее постепенно и вопрос такой немножечко у тебя однообразно по динамике все прозвучало между прочим там динамические у изменения есть такая некая градация развития есть вот мы начинаем там у нас наверное идет форте а нет в начале пиано между прочим пиано это потом идет уже второе проведение гораздо более по динамике такой плотная а начинаем тихонько изящно соль 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 ни в коем случае по звуку не передавливаем и аккуратнее да с губами с нижней челюстью и с атакой это в начале а уже второе произведение про проведение извините уже можно добавить по динамике провести и вторая часть вторая мелодия у нас идет уже мы добавляем штрих стакката там где это нужно там там тарарам там тарарам вам чтобы необходимый характер уже произведению добавить еще разочек сначала и теперь реагирую пожалуйста на мои жесты я тебе буду показывать именно вот изменение динамического плана еще разочек тихонько Добавляй. 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 И да, проблемка одна есть какая у нас. Мы иногда путаем похожие места. Проблемка не только у тебя, так что не переживай, не расстраивайся. Все хорошо в этом плане. Сейчас мы вторую часть сыграли. Обрати, пожалуйста, внимание до динамику. Далее. Все-таки было у тебя место, где у тебя 16, немножечко, скажем так, пару нудочек ты проглотил. и они у тебя сумбурные такие оказались. Значит, здесь у нас особое значение имеет что? Это перенапряжение, да, перенапряжение пальцевого аппарата. Ни в коем случае лишнего не должно быть, никакого зажатия. Оно все передается и в локоть, и к плечам, и так далее. У нас только исполнительское вот это вот напряжение в самих пальцах, в самих кистях. Для того, чтобы просто пальцы нажимались, и как бы тексты исполнял, все было вовремя, и никаких, скажем так, несоответствий по скорости работы у пальцев не было. Все в свое время, что называется. Итак, вторая часть. Следи за динамикой, следи за верхними нотками. Кстати, по интонации. Ты, когда начинаешь уже в репризе добавлять, по динамике дыхания добавлять, у нас там форте, мецефорте, и немножко у тебя по интонации звучок начинает съешать. Немножечко мы чуть-чуть контролируем нижней челюстью и уголками губ. Именно здесь вот тембр, и звук, и интонацию. Итак, мы играем вторую часть, вторую часть, за последним разом, за вторым разом, и идем на концовочку, да, где у нас будет до, до, диез, наверх, и потом уже финал сам. Вторая вольта, по-моему, да? Давай, отрек, по-моему, вторая часть. Пока не громко. Не мутайся. И уже погромче. И на концовочку. Аккуратно. Правильно, и замедление сделал в конце. Хорошо. А теперь от начала до конца я не подсказываю, ты вспоминай все, что мы сделали. Слушай концертмейстера внимательно. Динамика, верхние нотки, амбушюр и пальцы. Сами себя не обгоняют, ты не торопись. Вот. И, пожалуйста, в одном тэпе концертмейстерам. Сам себя не подгоняй. Хорошо. Романс. Хорошо. Романс. 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 Играет музыка. Ну вот сейчас гораздо ближе к истине. Молодец, Игорь. Так, присаживайся на место Данилы, а Данила встает у нас. Так, учащийся седьмого класса, предпрофессиональные формы обучения, Абманкин Доминил, саксофон. Так, наверное, слегка ты подостыл, пока ждал. Давай-ка нотку фа первой октавки, длинная. Как трость. Хорошая? Тяжеловатая, да, наверное, новенькая? Ну, что делать? А чуть-чуть потише, на мецефорте попробуй фа. Нотка ля чуть погромче, поровнее и подольше. Ре второй. Соль второй. Аккуратненько в губы собери, Си второй. Ре третий. А теперь еще разочек ре третий, постарайся на мецепиано. Очень полезная вещь тоже в плане развития контроля амбушюром за звуком. Именно верхние нотки, именно на более такую сдержанную динамику исполнять. Для чего? Сразу видно все нестабильности интонационные. Ну, попробуй еще разочек. Ну, допустим, до диестра эти октавки попробуй. Видишь, да? Где-то поначалу звучок проваливаться стал, потом ты вроде бы сконцентрировал свое дыхание нужным образом, и уже поровнее стало. Нижний ми, ми, первой октавки. И аккуратненько до нижней. Си бемоль. Путечок отскакивает дольше, чем нужно, на тросте не остается. Давай восьмушечками, и вот аккуратненько. Хорошо, на октавку выше, деташе. Слышишь, да? Призвуки такие, да? Аккуратненько. Можно даже помягче языком излишне сильно не бить, и попробуй шестнадцатыми. Хорошо. Итак, тоже два произведения у нас сейчас в активной работе. Это, во-первых, настроимся, да? Попробую нотку соль. Чуть-чуть немножечко задвинь сам, чуть-чуть задвинь. Сейчас. Чтобы уже... Хорошо. И произведение контилентного плана «Ноктюрн» композитора Негруса. Это мы его готовим на концерт ближайший очень хорошо. И здесь тоже, тоже, как и той же «Северной звезды» Глинки, много какого штриха? Много легата, много фразировки, много динамики, много у нас там динамических изменений. И вилочки, и форты, и мецефорты, и мецепианы, и так далее. И все это нужно учесть, все это нужно воплотить сейчас вот при исполнении. Хорошо, вот начни, пожалуйста, сначала, вовремя вступи. И если какие-то будут вопросы, замечания, я тебя остановлю, и мы поработаем отдельно. Хорошо. Сразу, да, у нас там, по-моему, до диез. До диез, да? Наизусть выучил, да учил. Ой. Ну я серьезно, например, первый раз не едаю, а у меня до диеза. Так, запоминай, да? Вообще-то, в принципе, хорошо уже его наизусть играл. Давайте еще разочек начнем. Аккуратненько, думай о нотках, думай о характере, думай о музыке. Натюрн, это что такое вообще, расскажи мне. Ты же умный мальчик, седьмой класс. Взрослый. Вот, и Биана Виктор уже подсказал. Это ночная песня, вообще, по-моему, даже в переводе ночная песня. Ночная песня. Да. Вот, создай вот это необходимое ночное настроение, умиротворенное такое, мечтательное. Ты же взрослый уже, наверное. Мечтаешь, наверное, о чем-то хорошем. Хорошо, еще разочек сначала. И немножко, чуть-чуть, погромче, по динамике добавь. И про встречные знаки тоже не забывай, пожалуйста. И про встречные знаки тоже не забывай. И про встречные знаки тоже не забывай. И вот здесь. И вот добавляем. Так, чуть-чуть просчитался. Так, если ты не против, я нотки возьму. Немножечко ты где у нас просчитался? Здесь у нас половинка, залипованная с восьмушкой. А можно прям вторую цифру? Прям вторую цифру вот отсюда. Ре, соль, а, си, соль, ре, до, два, три. До трех, да, считаем? Хорошо, вторая цифра. Три, четыре, раз. И форте. И успокоился. И слушаемся вместе, рады. И уже на лице фор наступаешь. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Вот мы один разочек сыграли. Там будет еще у нас рефриска. Это мы ближе к концу урока еще разочек сыграем. От начала до конца. Значит, по штриху. Вообще, в принципе, я неплохую эту работу проделаю. По качеству легата. То есть, каких-то у нас тут несоответствий в пальцевой технике нет. Несоответствий работы пальцев и языка тоже нет. Это ты молодец. Далее. Чуть-чуть повнимательнее по тексту. Добудь, пожалуйста. Где у нас там до диез появляется? Он не так часто у нас здесь появляется. Вообще, у нас три вида памяти. Помнишь, я тебе рассказывал? Какие у нас есть виды памяти? Ну, мышечная. Мышечная, да, механическая еще иногда ее называют. Когда запоминают пальцы. И чаще всего у нас учащиеся на какую память надеются? На мышечную чаще всего. Зрительная память. Зрительная память. Когда мы дома много работаем, даже уже выучив наизусть, мы можем иногда частенько играть по нотам, чтобы просто глаза запомнили. Фотографическая память. А еще какая память? Три. Три. Мышечная, зрительная. И вот Игорь сейчас нам подскажет. Слуховая. Когда мы запоминаем мелодию, и уже у нас пальцы идут, скажем так, за ушами, грубо говоря. То есть, мы уже предвосвещаем развитие, допустим, мелодическое. Мы знаем, что сейчас будет, допустим, до диез, или сибикар, которого, как бы, при ключе сибемоль, а он сейчас точно будет какой-то повышенный звук. И уже у нас пальцы идут за ушами. Это уже седьмой класс. Уже я тебе предлагаю все три вида памяти задействовать. Дома играй по ноткам, несмотря на то, что уже наизусть запомнил. Вот. И динамика. Да, динамику, пожалуйста, выполняй. И считай. Тут у нас, смотри, сколько много половинок залегованных внутри такта с восьмушками. Это часть мелодии, это часть задумки автора. Ее надо таким образом воплотить обязательно. Так. Предлагаю еще разочек. Сначала, и если все хорошо, попробуем до конца как-то доиграть. Вот. Произведение. И про характер не забывай. Ноктюрн. Пение. Кантилена. Хорошие фразы длинные. И дыхание вовремя. Пери, пожалуйста. Еще разочек сначала. Раз. nelью. Раз. Ребенок. Диплом. Д study penet 태 �Delошки. ДырATE. Аллах それ. И здесь. Тениноэнда. Тени. Слушайте. Тениноэнда. 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 Ещё разок сначала. Хорошо. Фраза закончилась. И новая. И вот сюда добавляй. Питание. И сюда. И спокойнее. Губы, губы. Оп, кроешь аналитик, ты отдыхай, губы, отдыхай. Но думай о ступлении своих сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, чуть-чуть вывень на миллиметрик. Немножечко ты, видимо, к концу произведения немножко уставать у тебя, из тонуса губы уходят, хотя вот только-только мы начали заниматься. И немножко, да, у тебя при поджимании начинает интонация вверх уплывать. Ну вот, за исключением, наверное, парочки таких вот ноток, немножко ты мимо у нас тут промахнулся, что-то где-то у тебя какой-то бекар был непонятный. В целом, ближе к тому, что нужно по характеру. Ну ты как бы запомнил, да, что мы сейчас все сделали по поводу легата, по поводу фразочек и динамики. Вообще, вот такого плана музыка, она за счет средств музыкальной выразительности, она, в принципе, должна быть выигрышной. За счет, в первую очередь, динамики и характера, где нужно добавить, выполняй, пожалуйста, все-все вот эти вот свои вилочки, все выполняй. И где у нас, вот смотри, у нас как бы две части, произведение на две части разделено. Вот. Посреди всего произведения у нас прорушат этот Анны Викторовны. И в первой части у нас кульминация вот здесь, так, во второй цифре. А здесь мы уже успокаиваемся на последней строчке. И здесь, в четвертой цифре, здесь мы должны уже разойтись, что называется. Уже продемонстрировать всю мощь и дыхание, и звука. И вот здесь, вот ближе к финалу, мы опять-таки успокаиваемся, у нас диминуэнда. Но, пожалуйста, внятно сыграй концовочку. Концовочку обязательно внятно сыграй. Вот. Можно прям, знаете, как куда. А прям четвертую цифру давайте сыграем. Ре, ля, бемоль, соль. Ре, ля, соль. И там у нас уже форте. Да-да-да. Ре, ля, бемоль, соль. Помнишь, да? Три, четыре. Форте. Играй, играй. Здесь уже. Аккуратнее. Раз. И финал. Титоше. Вот. Сейчас гораздо лучше, гораздо. Так, это у нас был Ноктюрн. И совсем абсолютно другое по характеру произведение. Вивачи. Вивачи-композитор от Телемана. Так, я нотки возьму. На всякий случай буду пока тебе поначалу подсказывать. Музыка старинная. Старинная музыка чем отличается? Особенно в переложении для духовых инструментов. Для саксофона, кларнетов, флейты и так далее. Тем, что очень непросто здесь динамическое разнообразие изобразить. За счет такого немножечко текста, скажем так, я бы сказал, утипичного такого, слишком типового, вот эта сама изобразительность, музыкальная выразительность, она отходит на второй план. Но здесь динамики много, здесь много динамики, между прочим, здесь Телеман тебе много простора дал для развития вот этого вот эстетического. Сейчас мы попробуем и штрихи четкие, хорошие, да, у нас тут, у нас полный набор штрихов, пожалуйста, и стаката, и гиташе, и легата есть, и, пожалуйста, выполняй. И даже мелизматика есть, да, кое-где у нас есть марденты, трели и так далее. Ну, давайте для начала начнем, хотя бы первую часть сыграем, посмотрим, как у нас дела. Темп. Называется произведение Вивача. Насколько ты близок к этому? Да, ля, ре, ре, си, ля, соль, фа, соль, ля, фа и так далее. Пойдет такой темп хотя бы для начала, попробуй сам. И начинаем все с форте. Три, четыре. Крещено. 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 Я, я, я. Стоп, хорошо, спасибо. Вот сейчас мы на первой части остановимся. В плане текста, ну, в целом понятно, да? Произведение такое... Вообще, в целом, такого плана музыка, она как-то, мне кажется, не знаю, такой, достаточно торжественный, такой, не знаю, решительный, такой напористый. Вот. Но при этом изящный. Все-таки, да? Это у нас телеман эпоха барокко, довольно-таки давно было. Сейчас попробуем еще разочек сыграть. По штрихам неплохо, да? Старайся стаката не размазывать. Там, где у нас есть легата, пожалуйста, его хорошо выполняй. И, помнишь, я тебе уже давно говорил, и тебе, наверное, и Игорю, и каждому из первого класса, что по законам классической и в том числе и старинной музыки, два похожих или одинаковых фрагмента у нас играются как разной динамикой. Разной динамикой. Вот, пожалуйста, это место, где соль, дес. Та-ра-та-та-та-та-та-та-тси-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И повторяем мы второе место, второй раз потише, так? Динамический контраст это называется. Еще разочек, пожалуйста. Сначала сам себя не подгоняй. Вот тебе аналитерно дает метро ритм, все, ты в нем держишься спокойно, чтобы, допустим, у тебя после каких-то технически сложных мест, ты мог еще, допустим, в каком-то месте, где у тебя нет быстрых нот, ты мог бы отдохнуть. Надо учиться, да, то есть после сложного места еще учиться отдыхать. И при этом работать на сцене полностью над произведением. Еще разочек сначала. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Начнем части. Но я тебе вот напомню, вот здесь можно взять дыхание. Соль, ми, ми, ля, ми, 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 си, ми, ре. И здесь как можно больше дыхания взять, потому что дальше фраза у нас очень длинная, прям до конца первой части. Так, наизусть вторую часть хорошо помнишь? Должен. Ну прекрасно. Раз должен, тогда давайте вторую часть сыграем. Значит, здесь мы что имеем? Здесь мы имеем фактически та же мелодия, только у нас идет она в другой тональности. Как это называется? Как это называется? Грубо говоря, когда одинаковый музыкальный фрагмент от разной ноты на другой интонационной высоте. Это называется секвенция. А здесь в данном случае это уже разработка идет. Проходили, да, по-моему, сольфеджио, музыкальные формы? Да. Молодец, хорошо. Даже Игорек он проходил. Хорошо. Так, итак, вторая часть. Ми, ля, ля, ми, ля, ми, до, до, ми, ля, ре. И не забывай про меризматику. Там, где это нужно. Трели и морден. Три, четыре. Так, тишай. Еще, тишай. Да, здесь у нас такое непростое место, и я бы тебе самого себя не рекомендовал подгонять. Можешь вот убежать и уже, что называется, не справиться с текстом. По поводу пережатия пальцев я вот Игорьку говорил. Ты тоже, пожалуйста, расслабься. Да, и тебе тоже говорил неоднократно. Так, откуда сыграем? Давайте сегодня хотя бы до конца и доиграем это замечательное произведение. Да, вот отсюда. Ми, ре, до, ре, ми, та, 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 сам себя не кони. Тем более, тут у тебя в основном легаты же, да? Хорошо? Ми, ре, до, ре, ми, и до, диез не забывай. Три, четыре. И ужин. И ужин. И ужин. Кстати, я рекомендую ретанута, между прочим, стоит в концовочке, да? Чтобы добавить музыке драматичности и торжественности. Давайте последние два такты. Ре, ля, ре, ля, ре, до, си и так далее. И закончи чуть-чуть, скажем так, более сдержанно. Три, четыре. Главное, последнюю ноту еще с Анной Викторовной, чтобы совпало. Так, вот такое у нас произведение, тоже готовим мы ее и к экзаменам, и к концертам. Ну что, Данила, молодец, присаживайся. Что-то ты запомнил здесь? Да. По штрихам, по качеству штриха. Расслабление рук, ни в коем случае не пережимаем, дабы все у нас сложные места технически у нас сыгрались правильно. И ни в коем случае, чтобы ты от Казупейстера не убегал. В нужный метроинк, все, куда должно идти. И динамика, чтобы не было вот этого вот типичного для старинной музыки однообразия. Хорошо? Вот, пожалуйста, над этим всем поработай. И я надеюсь, что на ближайших мероприятиях, и зачетных, и концертных, у нас все будет хорошо. Ну что, ребята, молодцы. До встречи на уроках на следующих. Продолжение следует...